Доброе утро, дорогие мои. Сегодня 15 июня. Вчера новых голубей выпускал с километров. Те, которые там зимой были Гната, от Лёва и от Арайка, их оставил. А вот те, которые от Ашоты и от Аро, потом один от Вова. А не, от Ашоты там одну голубку, по-моему, не поймал. Ну, одним словом, короче, 20 штук. 10 из моих пескунов и вот 10 штук вот этих. Сейчас будем принудительно тренировать. Называется принудительная побежка. Значит, здесь вот желтенький чик. Это от Красного Белоголового, который, который, который зимой родился. Еще молочный хвост у него родился. Улетал. Успел зиму летать. Вот тикарь он пошел. Потом, значит, от рыцаря, который постарше. Вот он. А ну, это не от рыцаря. Это от Красного Белоголового. Это молодой скотчик. Ну, того желтого. Она только показала, что голубочка. Ну, месяцев четыре. Оторода. Только-только показала, что голубочка. Эти еще не показали. Так, значит, от Чапа еще. Вот, тикарчик. Мелокрылый. Вот он. Самое интересное, они все в доме бьют. Где-то бескончили. Здесь, видите, будем и показывать. А, нет. Вот начал бить. Молодой. Ты что и сядешь, что ли, дурачок? Даже не вздумай. Даже и не вздумай. Вот, не прыгает, начинка. Один Чубатенький. Тоже из Пескунов. Второй Чубатенький. Вот от Черного Чубатого. От Черного Чубатого. Но бой не показали никто из них. В чужом месте голуби могут ничего не показать. Вот это, да, второе цена. Вот это, можно сходу, будем пойти. Значит, длины, 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 длины. Вот мой челёнок. Вот челёнок. Так, шеечка твоя. Мастёвые, чернохвостые. Это, ганеловские. Ну, ганеловские, то есть, из-под моих для ганеля. Это его, вот, о, кайфует, длины. Эх, дурачили. Тут еще и мошка вылезла. Так, что покой не дает. Вот. Столько выпустила, никого не вижу. А, вон они. Куда же они делись? Вон они. Вон, раз, два, три. Три, три, три. Вон, желтенький, четыре. В общем, тут ласточек очень много. Смотрите, сколько тут ласточек. Возле меня нету стога. Так, значит, из-под мраморного. Вот один, желтенький такой, пескученький. Второй мраморный. Второй мраморный. Второй мраморный. Это одногнёсткий. Один и второй. Это вот первый раз. Вот этих. Моих я первый раз вывез. Даже на 500 метров, даже на километр не вывозил. Впервые вывез я их сразу на 2 километра. Ну, желтенький, по первому. Хотя бой не показал, но у него шикарный дом. Шикарный, я имею ввиду. Да и для взрослого пойдёт. Для взрослого тоже пойдёт. Теперь. Вот тут сколько у нас 2, 4, 6, 8, 10. 10 штук. Это вот один от грузин, а остальные, остальные от ребят. Значит, ну выпустим в первую очередь вот этот кетвиз, который мне нравится. Голубочка, ещё одна. Не, похоже, всех. Вот тут голубочка. Выпустим такой, с лохмочками беленький. С лохмочками. Раз, два, три. Вон, белый кетвиз бьёт уже. Молодец. Одна первая не стала, жалко. Тот тоже мне нравился. Атласочек шарахается, видите? Диккарем летят. Диккарем. Теперь. Вот такой. Чернохвостый. Ну, шахматно в хвосту. Диккарем летят. Вот такой вот и все. А, смотри. Ага, те попёрли уже их. И чё? О, черёнок бьёт. Народжан. Вот, ещё и сыпает. Чёрный, чёрный потолк. Вот, другой чёрный потолк. И вовремя из колеса не будет видно уже. Вот, красота. Отлично. Сейчас, выпустим ещё одного белого. Место чужое. Птица будет летать стрессом. От ласточек шарахается. Ну, у меня столько ласточек нет. Вы видели, сколько бы я ни показывал. Сколько ласточек нет. Полно ласточек. Просто полно. Ну, ласточки внизу. Голуби пошли выше. Гональ, а вон твой челёнок. Ну, сыпает это ещё не бой, конечно. Ну, скажем так, переворачивается. Так, теперь ещё одного белого. Такой пёренький мазуем ишечкой. Все они летают. Ну, отбор будем делать зимой. То есть, почему тех я не вынес. Те зиму летали. У Арайка, Улёва они зиму летали. Ещё и посмотрим, что. А этим ещё предстоит. О, голуби. О, голуби. Так, ну, тут уже остаются халтурщики. Значит, вот это сизенький. Вот этот от Вова. От Вова второго тоже не принёс. Потому что тот летит. Да. Если они сядут, то... Если они не сядут, то не прилетят. Ну, значит, судьба у них. Это вот хомут Шевечка. Красиво. Тоже туда подошёл? Шесть месяцев не летал. Начал летать. И вот сходу же электрик четвёртой категории. Вот этот хомут Шевечка. Ну, он соскочит сейчас. Вот так посидит. Не знаю, что в этом голубе. Он как бы не кидаешь, он обязательно садится. Потом только соскакивает. Так, ну, вот этих двух теперь выпустим. Сейчас посмотрим. И вот эти двое голубочки, негонатые. И вот Сизарчик. Они вот что-то боятся вверх идти. Ну, надо будет вот так. Как говорится, да? Не хочешь? Научи. Не можешь. А, не можешь? Научи. Не хочешь? Доставим. Вот так вот. То есть вынуждены. Они должны будут сейчас приподняться. Потому что дом отсюда не видно. Чтобы дом найти. Я же сказал, что вот так как бы летала. А этот урод обязательно садится. Но не всегда голуби показывают то, что вы хотите. По идее, вот эта не должна была сесть. Она должна была сходу уйти. Могли бы сесть вот та голубочка и Сизарчик. Ну, как поняли, получилась совершенно по-другому. Ну, вроде. Вот прошла. Хамут шеечка. Ну, сколько ласточек, вы не представляете. Просто куча. Машка вылезла. Полно машки. Они же ими питаются. То, что на экран попадаются, такие черные точечки. Это вот мошкара. Маленькие такие мошки. Кусают на смерть. Хамут шеечка пытается. Его надо будет уже подальше еще. Чтобы он открылся. Либо пропадет, либо начнет по-человечески летать. Терпения у меня как бы хватает. Терпения не хватает. Так, из тех, 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 тех. Ой, никого уже и не вижу. Сейчас посмотрим. Ой, никого не вижу. Ну, вот хамут шеечка. Сизарчик. А вон они, мою сторону поперли уже. О, не знаю. Мелкаются сейчас. Ну, вот этого. Вот это раз, два. Хвостами. Ну, поставлю на паузу, пойду домой. Так, дорогие мои. Ну, вот двое уже появились. Так, это вот, смотрите. Лебеда, которую я по пути нарвал. Вот. Видите, показываю, кустик. Смотрите. То, что надо будет поставить. Поставлю. Вот у них сзади листики, как будто такой серебрякой пересыплено. Вот видите, вот показываю цвета. Вот как вам отличать. Так, сейчас. Сейчас. Это кто? Это хамут шеечка. От грузина. Вот он самый первый прилетел. Это от рыцаря, по-моему. Да, это от рыцаря. Вот тут мне уже и солнце не даст. И, 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 и уже 20, 26 градусов. Вчера вообще 36 поднялся. А с этим жара начинается. Ну, рано еще 7 утра нету уже. Вот еще один появляется с боем. Вот еще двое появляется. Вон, раз, два. Это ворона. Ворона. Так, солнце. Солнце, солнце прямо мешает. Так, видите, красивый, мастевый. Чудо. Полгода не летал. И он надо будет уже намного дольше расстояние выпускать. Потому что, ну, не годится так. Вот он, рыцареныш. Он же начал переворачиваться. По-хорошему. Это кто? Это челенок. Это челенок. Ну, а ты что сел, дура, челенок? Задыхается. По-хоже. По-хоже. Не, не задыхается, не казалось. Так, вот они. Так, пюреньки, пюреньки. Это от АРУ. Вот такой, мазаный шеечка пюренький. Наверное, выйду с улицы, попробую. А то да еще снимать. Вот, видите, вот прилетел и мотается. Он сходу не сел. Вот сколько раз он уже, но этот дошел до дома и, извиняюсь за фразу, пизданулся на крестовинах. Ну, так не должно быть. Голуби еще должен летать. Хотя, минут пять должен надо. Прилетел и он должен летать. Не должен сходу падать. Вот, вон они. Сверху падают беленькие. Оп, оп. Это кто так? Это. А, ну, это пюренький от АРУ и Сергея Посады. И беленький. А, ну вот. Челенок соскочил от сороки. А этот ни хрена. Это вот рыцарь, последний пескунчик. Предпоследний, последний вот этот, челенок. Вот, а еще на этот с улицы не выпускал. Еще толком на крыше не было. Надо будет уже выпускать. Так, это беленький. Так, выйду, наверное, на улицу все-таки. Да, и смотрите, дорогие мои. Там я выпускал. Внизу сколько ласточек было. Столько ласточек было. Ну, тут и жучки какие-то летают. Здесь эту, хотя, по идее, речка вот 100 метров, 150 метров от меня ниже. Камышей полно. Но, по идее, здесь их должно было быть больше, гораздо. Гораздо больше. Да, вот, смотрите. Прилетели над домом. И летают. Пытаются уже бить беленькие. Но пиоры бьет, по-моему. Это из новых голубей. Это из новых. Видите? Вот он. Вот эта принудительная побежка дает вам две замечательные. Закрепляет в голубях. И дает вам выбор. Две вещи. Первое, что они становятся умнее. Второе, что вы уже определяете, кто из них кто. Голубь прилетел к дому. Он не имеет права сходу падать. Если раз, два, вы выпустили этого голубя, он еще один беленький появился. Падает. То его надо убирать. Он вам не нужен. Это хлам. Понимаете? И неважно, он долетел до дома или нет. То есть, первой ступенькой он обязательно должен долететь до дома. Но, помимо этого, вы еще над домом должен летать. Вот видите? Это. Так, там еще один. Вот раз. Вон два. А это шахматным хвостом уже. Тоже от ребят. Из-под моих прилетели только рыцареныш и чебенок. Рыцареныш и чебенок. Ну вот, пошел, сел. Молодец. Так, сейчас посмотрим, кто еще появляется. Ну, эти дуы тоже уже пошли на посадочку. Остальных пока не вижу. Но птицы сверху должны идти. Не снизу, а сверху. Потому что, да, вот эти двои тоже пошли. Аня Ази сел. Вот сейчас старой сядет. Шахматным хвостом. Вот шеечка села. А нет, это не шахматный хвост. Это от Ашота. Голубочка. Это от Ашота. Голубочка. Видите? Ну, как бы шахматный хвост. Голубочка, по-моему. Так, у нее тоже золотое кольцо. У этой голубочки. У нее тоже золотое кольцо. Но она вроде била уже. Что-то боя не показала. Вроде уже начала бой брать. Она может сейчас подняться опять. Вот этот сел, этот может опять подняться. Посмотрим. Пока на паузу поставлю. Дорогие мои. Ну, замечательный экземпляр. Вот она, видите? Двоем спустились. Шеечка села. Пюре. А вот она попела выше. Вот о чем я объясняю. Что то, что вы со стороны голубей выпускаете, то есть принудительная побежка, вам дает четко убедиться в том, что, во-первых, голуб не тупой, не пропадет. Во-вторых, он умеет летать. То есть прилетел к дому и пошел опять выше. Ну, с боем посмотрим, что у меня. С боем получится. Ну, даже если и не будет супер-пупер боя, то, что мозги на месте, то, что мозги на месте. И вот, попер. И летки есть. Это уже замечательно. Как я выбираю, дорогие мои, я рассказывал, что он много говорит тому назад. Штук 300 голубей я купил. Штук 100 мне подарили. Естественно, вон, четыре штуки появились сверху. Вот этот поднялся сейчас, потяну, чтобы видно было. Вот этот. Так, и вот четверо вместе. И по всему городу будут мотаться они. Из 400 штук голубей я оставил только три штуки. Вот это принудительная побежка. Не знаю, все, я, по-моему, уже не вижу. Ушли в ту сторону. То есть пошли изучать территорию. Ну, поставим на паузу, подождем. Так, ну, этого. Вон, ласточка гоняется за ним. Вот этого. Вот наглядно показываю. Вот, смотрите. Это вот золотое кольцо. Две золотые кольца есть, там, у этой голубки. Одна вот эта молодая, эта пескуном была. А вторая взрослая. Ну, вторая что-то никак не хочет раскрываться. Хотя Ашот мне рассказал, что та сто раз круче, чем эта. То есть та голубка должна быть сто раз круче, чем эта. Ну, не знаю. В практике показывают, что эта круче, чем та. Видите, эта прилетела, скинула и опять пошла. Вот она. Видите? Подождем, ладно. Ну, вот видите, что и чужак, с собой притащили Николаевской. Походу, от Витька. О, он еле плюхает. Еле-еле. Притянули сюда. Те исчезли опять. Это тоже. Из всех, всех, которые выпускал, внизами могли прийти только трое. Хомучечка. Вот это чаб-голубочка. И Сизарчик. Все остальные верхом должны идти, потому что, ну, ледку они показывают. Видите? Да, вот он. Так, да его хрен поймаешь. Что-то быстро начало летать. Вот она, видите? Опять улезла. Вроде была на посадке. Опять ушла вверх. Вот это правильно. Это четко. Уже нравится мне. На этом поставим на паузу пока. Так, резко скинула. Куда ушла? Куда-куда ушла? Блин. Нету обзора у меня. Сейчас найдем. Вот она. Это та же самая голубочка молодая. Остальных пока не вижу. Ну, там из них есть один Кэтвиз. Вот этот. Который мне нравится. Тот. Ну, нравится. Хорошенький. Не знаю, да, ждусь я посадку того и там еще желтый кичиль. Молодой от красного-белоголового. И швейбой показать не обещают. Тут уже сколько, 26-27 минут. Не, опять поднимается. Скинул, опять поднимается. Чего-то напугался, скинул и опять летит. Опять пошел. Молодец. Пока на этом на паузу поставлю, поэтому делами своими займусь. А то так опять весь день насмарку. Ну, ласточка гоняйте. Так, дорогие мои. Это вот та голубочка. Сейчас вот один сел. Вот, по-моему, желтенькая спускается. Чилька. Значит, температура воздуха уже 31. Я вот сижу. Вот он. Занимаюсь своими еще одним любимым делом. Вот он. Это светильник-статуя. Вот тут чашечка ставится, такой шарик и лампочка. Так, ну, попробуем сейчас. Наверное, посадочку вот этих. Было, по-моему, пять штук сидело у меня. Раз. А нет, значит, никто еще не сел. Вот черненький. А, ну все. Значит, вот он черненький. А нет, сел все-таки черненький. Это жироцереныш он. Он сидел. Или... А, вот чубатенький черненький сел. Ну, кто-то сел. А эти соскочили. Видите, они сами соскакивают. Не я их поднимаю, они сами. Вот челенок соскочил. Ну, наверное, выйду на улицу, еще чуть-чуть поснимаю. И на этом закончу. Так, сейчас потянем. Значит, это вот челенок. Это вот золотое кольцо. Челенок, она вчера чудила по полу. Я же охренел. Вчера было плюс 36. Вечером сколько? Восемь вечера плюс 32 было. Значит, часов пять я вышел. Она была в небе. Стиль полета один в один, как у старого челя, как у пер. Ну, то, что я люблю. Вот, скидывает вниз, начинает дубасить, поднимается. Значит, он опять скидывает. И вот я вчера уехал с дома 15 минут девятого. Вот, та пошла села. 15 минут девятого. Она еще была в небе. Ну, приехала где-то около девяти, сидела у литка. Вот, это пескунчик, который зимой выводилась. Зимой летала, но я показал, у нее молочный хвост еще. То есть, вот она уже себя показывает, как голубка. Ну, я месяца в четыре. Ну, потолок пять, но не больше. По-моему, родилась она в феврале. Вылупилась там. Да, в феврале. В марте еще был снег у нас. Еще хищник херачил пищалкой. Ну, помните, перед этим, ну, вот опять попел вверх. Перед этим другой был такой же из-под этих же родителей, желтый. А нет, там другой, вот она, желтый. Так, да, это вот один. Ну, значит, второй желтенький этот, из-под мраморного, который. Ну, поставим на паузу, будет ближе к дому. Попробуем снимать. Вот она. Что дела? Покажешь? Она только-только бой закрепляет. Это будет не то, что она сейчас показывает. То, что она сейчас это показывает, что это херня. Хотя, то, что сейчас показывает, для очень многих голубей, тоже сказка. Но, будет рвать она. Вот, как черная голубка, как рыцарь, как другие. Время показывает, как бы. И, мозги шикарные. Ну, и плюс-сбой. Понимаете? Плюс-сбой. Так, вторая туда ушла. Сейчас подождем. она тянет. Она, по идее, должна была самой последней садить. По идее. Учитывая, что она вчера вкладывалась по полную, сегодня, конечно, она не может показать. То есть, голубь не может, бойный голубь не может каждый день вам показать тот же самый результат. Я имею в виду, хороший результат. Ну, будет остановка. Давай, пусть все же и на этом закончат. Сколько? Тридцать три минуты уже. поставим на паузу, поспускать. Поднимается, скидывает вниз, начинает бить и тянет вверх, ребят. Вот, это мой любимый стиль полета. Вон, она ушла аж куда. Вон, черти, куда ушла на побежку. Вот, запоминайте, дорогие мои, если голубей пустили принудительную побежку, голубь прилетел до дома и упал на крестовинах, смело можете два пауза выкинуть. Все равно толка никакого. Этот голубь будет всех подряд сажать, ничего вам не покажет. Голубь прилетел до дома, еще и над домом должны летать. Поэтому очень многие дурачки, когда выводишь на принудительную побежку, что, говорит, а что, они с дома не летают, поэтому вывозишь их, выпускаешь, понимаете? они думают, что голуби с дома не летают, поэтому вывозишь, выкидываешь, чтобы они вынужденно прилетели. Нет! Принудительная побежка дает мозгов голубям, то есть они изучают территорию, особенно зимой, опять попер, видите? Особенно зимой, когда копчик гоняет, а может разгоняет, голубь аж парень упадет, черти куда. Ну, те голуби, которые прошли принудительную побежку, уходят на побежку, они не пропадают, они на следующий день, через день прилетают, в общем. То есть вот это, да, преимущество дает принудительная побежка. Ну, а те, которые долетели до дома и упали на крестовину, это хлам, их держать не надо. Их просто надо убирать оставить тех, которые долетели до дома. С другой пообщались, с другой пообщались, оттого я не вижу, но не сел он. Сейчас найду, покажу. Так, дорогие мои, ну, потеряла его, не нахожу, его не нахожу опять. Красавелла, опять поперла. Пока здорово, а вон она, вон она, вон она идет. Пока с другом разговаривал, так, потерял ее. Так, куда-то опять делся мы. Ну, только что я, а вот, 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 вот. Это быстро, фигаро тут, фигаро там. Да, и вот, значит, голуби, которые идут, это, да, выпустили со стороны, то есть, принудительная побежка, они должны изучать территорию, для того, чтобы не пропадать, не для того, чтобы они летать учились, нет. и одновременно этим вы выбраковываете голубей, выбраковываете. То есть, те голуби, которых даже мозгов хватило долететь до дома, но летать не смогут, понимаете, ну, но они умные, но слабые, понимаете, мозги есть, долетели до дома, не пропали, и все, а вот сила летать у них нету, дыхалки у них нету, вы все равно ничего не получите. Вот у этих голубей есть мозгов, но нету остального, поэтому смысла нету держать, то есть, это вам еще дает шанс, это, да, как бы, избавиться от брака, от лентяев, от тех, которые сажают голубей, которые не дают летать. Ну, опять ушел, вон туда, на боковую, видите, ну, я говорю, у нее стиль полета, хотя она может, и как вчера, еще несколько часов поднесут, не знаю, посмотрим, подождем, ладно, тут сколько, не, тут уже много, мир, мир голубям неба, не успею я показать.